вы посмотрите на этот ужас стояло мыло на кухне посуду слышу такой грюк я уже поняла что это стук вазы об стол думаю ну все кирдык вазе благо не разбилась и рассмотри твой подарок благо не разбилась ваза это ж надо было вот как она могла вывернуть она такая устойчивая это ваза с такими штучками она вот здесь стояла где-то примерно на самом краю вот так стояла ваза это же надо было ее так расковырять расшатать чтоб упали все ветки вместе с водой благо ваза не разбилась это я вчера когда пришла в церкви кошка пять раз запрыгивал на стол и было так интересно я вот дурочка вот хочет сказать это слово дурочка успокоилась и не убрала эти ветки то есть не закрыла дверь потому что я слушаю здесь музыку на телевизоре вот включая видеоклипы и не закрыла дверь и хватило пять минут буквально пять минут я на кухне мою посуду и смотрите что произошло сейчас меня ждет поработка по уборку всей этой воды и вот уже идет виновница я немножко накричала не и поругалась пришла смотрите уже пришла амапола ну ты конечно звезда звезда так звезда все будем убираться все привела в порядок свою вазочку ведь у меня здесь такие вот веточки я во дворе сорвала потом буду проходить мимо этого деревка что не знала где мне найти оливу а вот это уже веточки оливы там куда я взяла вот в церковь православную были вот эти там веточки на полу валялись целая куча выбирать сколько хочешь а я неделю думала где мне взять вербу или что-нибудь похожее на вербу в итоге такие веточки нарвала себе во дворе и поехала довольная хотела вам поснимать влог проверено воскресенье но в итоге но в итоге да у меня пропало настроение и вообще пропала настроение на съемку и что-то вообще рассказывать и снимать и вот два дня и опять находилась в депрессии да мне не хотелось не снимать не разговаривать вот но я с этого состояния уже вышла и готова общаться с вами мои любимые буду вам рассказать все по порядку мы утром встали в 6 15 быстренько оделись кто знает что перед исповедью нельзя не кушать и не пить воду поэтому я только почистила зубки оделась и прыгнула в машину грубо говоря за 15 минут мы уже были готовы меня муж завез на машине по части нашего дома вот этой церкви которая находится коля у сальваха на юге острова занял у нас примерно где-то час час десять как то так еще у нас сломалась машина короче уже когда мы заехали этот поселок мужа показал значок что у него закончилось масло хотя накануне он говорил что надо поменять масло машине он этого не сделал и естественно в дороге вот это приключилось на вот это вот беда вот эта проблема он заехал на местную заправку купил масло залил вот меньше так это не тут дело это как он объяснил чтобы промывать мотор сливать остатки масла ну так как было экстренно получит он меня завез ему было на 9 часов на работу а служба начинается 8 то есть как бы до службы то я успела а на работу то есть человеку добраться тоже там от того поселка получается где-то полтора часа надо ехать если начался транспорт где-то полтора часа добираться до южного аэропорта вот конечно же человеку было надеять на работу вот я ничего не знала что случилось в итоге я пошла со спокойной душой в церковь на службу вот и уже только в обед я узнала что он так и не доехал до работы сказал что только смог доехать на этой машине до воскресенность то есть когда мы залили это масло почти значок пропал вот этого масла я уже думала ну нормально как-то там доедет до работы нет не смог доехать машина остановилась благо что не на трассе этой скоростной а уже он там съехал в поселок и уже на дороге в этом поселке машина стала голом и благо как он говорит тоже было место было парковочное место куда он смог вернуть эту машину и поставить и со спокойной душой сел на автобус и поехал на работу опоздаю на полчаса ну что поделать машина сама с дороги к сожалению такие вещи случаются поэтому да наша проблема на ремонтировать машину она принципе таренькая можно было купить и новую но опять же надо брать кредит я не работаю и это будет впритык впритык на вот если мы будем выплачивать кредит и тем более мы уже ездили приценялись и получается например если машина 9000 евро стоит там не знаю по моему 2000 2016 года если вот брать например или 2014 9 евро она стоит и если ты берешь кредит то получается соответственно половину переплачиваешь то есть проценты все вот это если берешь на 7 лет кредит 200 евро месяц платить там получается там еще 10 тысяч евро переплачиваешь поэтому конечно же в идеале чтоб я нашла работу мы смогли подсобирать какую-то денежку и купить эту машину потому что машина у нас уже старая как бы пора менять вот но пока решили что муж не поедет туда посмотрит что нам а заводится не заводится если что вызывать эвакуатор естественно и пригонять ее и ставить гараж ну короче будем решать вопрос но вернемся к самой главной теме этого видео хотела поговорить про православие православную церковь они бывают разные я знаю приходы бывают разные понятно что это священник что тоже человек и тоже крица в каждой церкви свои правила не хочу обобщать что во всем православе вот этот происходит во всех православных церквях я знаю что в монастырях это вообще там могут брать три копейки за все эти службы за панихиды за всякие записочки это свечки там все намного дешевле потому что естественно в монастырях люди живут более скромную жизнь они монахи поэтому во многом не нуждаются но а уже в церквях получается служит службу батюшки если что неправильно говорю поправляйте меня потому что я не очень хорошо владею этим церковными терминами вот как я представляю это обычные люди это обычно их работа соответственно они за это тоже хотят получать деньги вот но как они могут получать деньги это только пожертвования прихожан но как я считаю что эти пожертвования должны быть добровольны то есть я сама должна решать сколько мне прийти и заплатить то есть если у меня есть возможность я заплачу больше но если я еле сама служу концы с концами извините я тоже не могу принести и оставить кучу денег в этой церкви например когда я жила белоруссия мне тоже момент немножко напрягал то реально чтобы пойти в церковь вот там купить свечки то есть я не одну свечку покупали как минимум пять покупаю свечек заказать панихиду какие-то там крезьбины венчание отпевание тоже отпевание тоже стоит бешеных денег понимаете поэтому многие люди даже ну благо что я знаю что государство дает эти деньги на погребение принципе хватает и на отпевание и на гроб и ну на стол на скромный стол дома то есть уже не в столовой нигде на это все хватает но если люди которые не хотят может тратить эти такие бешеные деньги на отпевание и соответственно человек уходит мир иной уже без вот этой молитвы и принципе всегда я вот слышу людей что православие это деньги это бешеные деньги что люди злоупотребляют этим что они покупают дорогие машины строить дома да я уже не буду называть имен кто и что и поэтому у людей у многих как бы отторжение к вере они уже не верят бога они верят что это все бизнес мы туда не пойдем церковь не пойдем это я слышал много раз от людей я всегда им говорила но это же тоже работа в принципе как бы человек ходит в церковь вот этот священник да он служит службу он тоже хочет получать деньги за свою работу но многих было не переведить и я как бы было так ну до половине то есть моя чаша весов качалась то есть я где-то и понимала что за это надо платить чтобы пойти в церковь что что-то ну получить но в то же время я считаю что это дорого все равно это дорого говорю вот там те же крестин и отпевание это вот все эти записочки то есть я себе не могла позволить ли туда часто то есть прийти поставить одну свечку как-то неинтересно хочется поставить всем родным свечки поставить за упокой заказать панихиту я уже даже не подавала записочку никогда о здравии потому что это тоже стоит денег когда-то вот все все собрать это получается нормальная сумма денег и на мою одну зарплату белорусскую зарплату я не могла позволить часто ходить церковь уж извините и мне рассказывали что вот например минске есть переходе такие вот места где такая как бы лавка церковная да и там вот от монастыря от монастыря можно заказать какие-то записочки подать ракоуст подать и там это все стоит вообще копейки даже хочется ну дать половину например если грубо говоря я буду говорить евро цены я не знаю точно например если в церкви стоит 3 евро там записочка да то там монастыре евро может стоить это записочка понимаете разницу вот и как ты кажется живы и евро и мало значит можно дать два да например ну уже какой-то там и пожертвование дать почему нет но все-таки как я говорю в церквях это как-то немножко экса хирада по-испански то есть реально так высоковато для обычного вот смертного это все-таки ну кто на одну зарплату живет и не говорю там у кого есть деньги но для меня было все-таки это дороговато естественно мне было очень интересно узнать как же то нас на донерифа проходит потому что я была продала кросса в православном храме это был сербский православный храм он и есть там принципе даже не храм там просто в здании такая небольшая комнатушечка обустроена под храм там иконы и все вот это свечки я туда ездила на исповедь причастия два года назад приезжал русский батюшка с юга то есть вот но так как я не смогла узнать расписание когда он приедет я уже не стал людей беспокоить я им раз написала на фазбук мне не ответили и вот в этой церкви и вот в этой церкви сербской церкви первый раз столкнулась именно с пожертвованием не гора сколько стоит свечка мне сколько сколько вами жалко столько кладите это благодаря то есть я первый раз сталкивался со своим пожертвованием и думаю как так везде три везде такса а тут сколько хочешь вот меня это удивило меня это приятно диво но все же так как это сербский храм не хотелось попасть именно вот в наш русский храм где вот служба ведется там на русском, да, и я уже поехала вот в эту православную церковь, как было написано в интернете, что это находится здание католической церкви, я думала, бывшая может католическая церковь, но нет, это, кажется, действующая католическая церковь, просто вот на время службы, православной службы, я вот была, они вот все расставили, все иконы, то есть по кругу, которые на колесиках, такие передвижные, все украсили, это было верно в воскресенье, украсили пальмами, цветы были по центру, вот как икона, да, при входе, все было красиво, но это все передвижное, да простит меня, так сказать, священнослужитель этой церкви, и Бог, ну, для меня это был как спектакль, то есть вот пришли, службу отыграли, отстояли, все, а потом все, ну, убрали, то есть как-то мне не хватило какой-то, что ли, искренности, настоячности, реальности, всего происходящего, потому что, например, служба еще не была закончена, я понимаю, что надо освободить храм, например, к 11 часам, они сказали, было полодинца, и, получается, еще мне служили панихидную, но уже все стали собирать, все стали убирать, знаете, как бы, ну, понятно, что это выход из положения, что когда нет вообще у тебя храма, надо где-то служить службу, хоть так, но говорю еще раз, что немножечко такой, как бы, осадок остается, как бы, непонимание вообще, что происходит, тут был храм, и хоп, его разобрали по частям, его уже нет, но я делюсь лично своими, как бы, впечатлениями, никого не осуждаю, я делюсь тем, что я прочувствовала, что я увидела. Ну, а сейчас, как говорится, вишенка на торте. Больше всего меня в этой церкви поразили вот эти тарифы, вот эти тарифы, так сказать, фиксированная ставка, такса на вот эти все услуги в церкви. Когда я подошла купить свечку, естественно, мне надо было тоже заказать панихиду, свечки стоили от евро до двух евро, например, если у нас тут в католическом храме Ла Лагуния можно купить, она такая небольшая, белая свечка, вы знаете, что в католических храмах это по-другому, 50 центов, 50 центов стоит. Там где-то в деревне вообще 20 центов тоже. Ну, она, правда, была электроэлектрическая свечка, да, там как бы на время она зажигается. Ну, да ладно, короче, свечка стоит от евро до двух, я купила за полтора. За полтора, то есть это я купила 5 свечек, 7,5 евро. И написала панихиду, то есть на листике вписала имена всех моих усопших родственников, родителей, бабушка-дедушка, тети-дяди, то есть кто у меня был, и их получилось 9 человек. Я раньше еще поминала со стороны отца, но так как они там вроде как некрещеные, и я только не знаю, крещеные, не некрещеные, я их раньше поминала, может, это была моя ошибка, конечно. И тогда у меня вообще человек 20 получалось. И как-то я прочитала, что нельзя поминать некрещеных, и я перестала это делать. И как бы, и перестала поминать уже про бабушек. Ну, у меня там реально был список, ну, на человек 20, так точно, раньше. Сейчас же, уже последние вот 2 года, я поминаю только по материнской линии, вот ее род, и у нас там получается 9 человек. 9 человек. Я написала в этом списке, 9 человек, и подаю этой женщине, которая там вот, которая подает свечки и принимает вот эти записки. И она при мне начала считать, начала считать этих людей. Я говорю, а почему вы считаете, у вас что здесь, это, ну, говорится, подушно, на каждую душу надо платить? Она такая, да, так, у вас здесь 9 человек, значит, с вас там 9 евро. Я такая говорю, а чего у вас, ну, как бы я не могла понять, я не могла прийти в себя, почему вот так, почему она считает человек, почему она считает людей. Она мне показывает этот вот, так сказать, прейскурант, прейскурант, бумажка там была, я все не прочитала, но вот именно этот пункт, который мне нужен был, я его прочитала. Получается, там написано, что на каждое имя, которого поминают человека, которого вот, не знаю, может, из-за здравия тоже касается, если вот записочку подавать, ну, меня интересовало вот усопшие люди, да. Получается, на каждого человека 1 евро. То есть, например, если у нас в Беларуси фиксированная ставка, как я говорю, например, 3 евро, да, я же не знаю, какие цены, ну, допустим, 3 евро. 3 евро, вот, поминальная записка за упокой, да, 3 евро, там не зависит, сколько имен. 1, 2, 3, 5, 10. С одной стороны, может, это и неправильно? Я уж так думаю, человек, получается, читает 20 имен, да, а тут одно. Но я как-то об этом даже никогда не задумывалась. А здесь вот так придумали, представьте, что за каждое имя надо платить 1 евро. То есть, по сути, я могла подать только маму, папу и всё, да. Там брат у меня ещё тоже умер, 3 человека. Но я не могу, я не могу не подать всех вот этих, ну, родственников, которые умерли. Я всегда, если кто-то умирает, всегда всех вместе, как бы я потом их поминаю. Вот, но прикол в том, что мне это не хотелось сделать как-то из-под палки. Понимаете, если бы у них было написано там, поминальная записка 10 евро. Как бы, я бы отдала тебе 10 евро. Ну, я бы подумала, конечно, дороговато 10 евро за поминальную записку. Но мне бы пришлось это сделать. А тут, как вот в предыдущем порядке, что за каждое имя евро. И в конце ещё было сказано, мы строим храм, нам нужны деньги, поэтому ещё надо что-то пожертвовать. Тут у меня вообще закипели мозги, то есть я вообще не понимала, что происходит. То есть я должна была вынуть кошелёк и дать насильно эти деньги. То есть это не было моё желание пожертвовать что-то, а меня принуждали, принуждали вот это дать-отдать. И как бы я уже-то прошла курс, да, психологический. Раньше бы молча бы отдала и повиновалась бы, и всё. Но сейчас как бы я понимаю, что это должно быть моё желание, а у меня его не было, потому что у меня это насильно, мне это говорили дать. И мне как-то стало вот, ну, как ребёнок стало видно, что как бы и не написать вот этих людей я не могла, то есть выкинуть эту же бумажку, да, сказать, нет, я буду поменять только маму за евро, да. И вот эти вот люди, как бы, получается, с одной стороны, мне как бы и жалко этих денег, это тоже какой-то мой, наверное, грех, да. И с другой стороны, думаю, а почему так? А если бы я вот 20 человек вот написала вот в этом листе, мне это, получается, 20 евро отдай, 20 евро отдай запоминаемую записку. Вот представьте. То есть с одной стороны, да, это, получается, выгодно, если у тебя 1, 2, 3 человека помянуть, нормально, там, 2, 3 евро заплатил нормально. Но если у тебя вот много, получается, родственников, ну, тогда хоть ты не молись за них, ну, как-то так получается, то есть, ну, реально дорого. Реально мне показалось дорого. Вот эти все свечки, я потом ещё накупила свечку, то есть по итогу мне, получается, поход в церковь обошёлся в 19 евро. Я в итоге сказала, хорошо, вот эти вот 9 человек по евро, и говорю, евро вам поджертвование на храм. То есть вот так, я говорю, 10 евро, там вот свечки, короче, итогом мне 19 евро обошлось. Вот представьте, то есть, ну, я не рассчитывала на такую сумму. Не знаю, может, на евро 10 я рассчитывала, 12, но никак не 19, да. В принципе, если сравнивать цены на продукты в магазине, да, получается, какие-то продукты стоят так же, как и в Беларуси, да, а какие-то, например, как мясо, тоже в 3 раза дороже. Например, электроэнергия, электроэнергия тоже, может быть, чуть ли не в 5 раз, то дороже. Вот, но вот именно вот этот момент, что панихида, прочитать вот буквально 2 раза это имя, да, там 3, не знаю, там священника, как я слушала, ну, раза 3 он поминал, эти вот списки читал. 10 евро. С одной стороны, я тоже их понимаю, что им надо строить храм, и это дорого, на самом деле, строительство в Европе очень дорогое. Вот я смотрю блогеров, которые делают ремонт, это бешеные деньги на ремонт, то есть там что-то покрасить, просто поштукатурить, это уже там 3 тысячи евро. Вот. Но с другой стороны, вот сама концепция вот этого пожертвования, она должна быть добровольная, да, получается, она теряется. Она теряется, потому что тебя принуждают жертвовать на храм. Вот. Поэтому мне это было неприятно, мне это было непонятно. Я думаю, многим людям будет это интересно узнать, как же за границей работает православная церковь, какие у нее тарифы и таксы на все услуги. И еще такой момент, я потом еще разговаривала с одним человеком, который тоже входит в храм, и она мне очень-очень рассказывала красиво про эту сербскую церковь, вот Порте-де-Ла-Крус, и она говорит, там только за пожертвования, то есть там нет вот этой вот таксы. И что получается? Что был священник, жил со своей семьей, и, соответственно, конечно, если это за пожертвования, то есть люди не несут бешеные деньги в храм, в церковь, и, получается, им не хватало на жизнь. Им не хватает на жизнь, потому что, так понимаю, здесь надо же платить аренду, питание, и она мне сказала, что эту семью отозвали, и должны прислать сейчас этого монаха. Монаха, потому что монаху много на жизнь не надо, соответственно, вот он будет служить вот в этом храме за пожертвование. не знаю, не знаю, как правильно платить деньги, не платить деньги, как бы, ну, в любом случае, я еще раз говорю, что это должно быть, ну, в виде пожертвования. Я знаю, что в мусульманских храмах тоже это в виде пожертвования. То есть сколько ты хочешь, сколько ты даешь. Другое дело, что священники тоже людям надо жить. не знаю, это вот реально уже как вот, это уже получается реально какой-то бизнес, потому что я знаю, что даже вот эти деньги, которые жертвуют люди, они не остаются внутри церкви, они какую-то часть, какая-то часть остается, например, тот же храм они строят, да, вот, они не могут все деньги оставить себе. Они все равно какую-то часть отправляют дальше. Там идет в Москву, не знаю куда, потом как там эти деньги распределяются. Ну, мне вот так рассказывали вот про строение церкви. Я многих вещей не знаю, но вот вам рассказываю, что эти даже деньги, получается, не остаются в самой церкви. Поэтому да, поэтому я как-то всегда защищала, всегда, всегда говорила, что, ну, это нормально, так должно быть, им должно дожить и что-то кушать. Вот, ну, вот уже вот после этого случая, когда тебе принудительно говорят, давай деньги, нет, все-таки я уже разочаровалась, и я ей прямо сразу сказала, говорю, я к вам больше не приду. То есть, ну, это даже отбивает какое-то желание ходить в храм, потому что, по сути, бог он везде, да, и в воздухе, и в каждой травинке, и в деревце, да, и ты реально можешь молиться дома. Единственное, что, почему мне надо прийти было в этот храм, чтобы заказать вот эту панихиду. Да, я, естественно, дома читаю какие-то молитвы, но как-то кажется, что это как-то там другая энергия, да, как вы говорите, что в церквях другая энергия, она такая намоленная. Там как-то, может, ближе что-ли к богу, да, грубо говоря, как-то так энергия ближе, и как-то это быстрее что-ли случается, не знаю. Ну, это такие вот мои мысли. Я делюсь тем, что у меня в голове. Никого в этом не убеждаю. Просто рассказываю, как я это себе сама представляю. И всё. Это был мой первый и последний поход в эту церковь. Я больше туда не пойду, повторяю ещё раз. Мало того, что находится за тридевять земель. Это хорошо, что у меня бесплатный проезд. Мне не пришлось тратиться 30 евро там на дорогу, например, да. Ну, тоже мы на машине съездили. Тоже это там примерно 10 евро. Съездить на юг вот нам с нашего дома на юг, туда и обратно. Ну, не 10, а 8 евро точно. То есть на бензин тратится вот такая сумма. Но так как у меня был бесплатный проезд, муж меня завёз туда, а уже обратно я добиралась тоже. Вот такой момент я добиралась общественным транспортом. И на это у меня шло 2,5 часа. То есть большое спасибо мужу, что он меня завёз, потому что утром бы я, наверное, не успела к 8 часам. И получается с 7 до 8 идёт исповедь, а потом 8 начинается служба. У нас, например, в Беларуси ещё во время службы исповедуют, а тут нет. Тут, может, как бы нет другого священника или что. Или, в принципе, уже все люди исповедовались. Ну, вот священник до последнего исповедовался. И это, наверное, 8, там, 10 начал службу. Короче, да. Короче, и я выше какая-то, знаете, обычно выходишь после истовиди, причастия какой-то вот с какой-то вот благодатью, да. Не скажу, не скажу. Это вообще... Может, конечно, мне не дало моё суждение, которое было внутри себя. Я как-то пыталась отвлечься, пыталась молиться. Какую-то, конечно, божественную энергию я получила, но всё равно не тот эффект, когда ты выходишь в церкви окрылённый и просто летишь на этих крыльях домой. Нет, этого не случилось. Ну, ещё раз говорю, скорее моё это осуждение мне не дало это сделать. И поэтому я ещё долго думала рассказывать это, не рассказывать вам. Будет это вам вообще интересно? Интересно, но я решила поделиться, потому что я знаю, что есть люди, которые есть у меня приближённые к церкви, и поэтому я думаю, в любом случае, это будет интересно узнать и услышать, как это происходит у нас здесь на Тенерифе. И всё, был такой видео-монолог. Я с утра сходила в Парихмарскую, сейчас буду обедать. Зашла в магазин, купила себе мяско, пожарю мяско. Ещё в планах у меня вечером сходить в Алькам, покупать изюм и сухофрукты. Хочу сделать пасочки в этом году, конечно, какой-то супер у меня настроения нет. Два года подряд я делаю эти пасхи, у меня вообще они классно получаются, такие перфекты, как я говорю по-испански, вкусные, такие воздушные. Не знаю, сейчас у меня нет какого-то вдохновения, а говорят, что и печь булки надо, чтобы было вдохновение. Но я всё равно постараюсь их сделать. Надеюсь, у меня в этом и тоже получится. И мы сможем отпраздновать пасху с куличами и яйцами крашенными. Конечно же, опять момент, вот поехать посвятить, этот вот кулич и яйцо, это надо ехать мне за 39 земель, даже в тот же сербский храм. Скорее всего, я не поеду, нет, светить не буду, хотя в Беларуси жива, каждый год, конечно, освещала, и мне тоже этого не хватает. Ну, как говорится, это моя судьба, это мой выбор, я решила жить за границей, решила жить в Испании, здесь католицизм, а не православие. Ну, как говорится, уже что выбрала, то и имеешь. Живешь в теплой стране, с прекрасным климатом, но, конечно, у этого тоже прекрасного климата есть минусы. Опять пришла Калима, только неделю назад была, было похолодание, сейчас опять пришла Калима, но я искренне ей рада, хоть я могу дышать, как бы Калима, это тоже есть хорошо, это тоже пыль, тоже своеобразная аллергическая реакция у человека, получается астма, но у меня почему-то вот на холод, вот на этот холод, на этот влажность, вот была холодная, я опять не могла дышать, опять у меня вот, на неделе у меня было настроение, что я задыхаюсь. Всем большое спасибо, что вы мне присылаете информацию, рассказываете, как люди живут в других регионах, и что у них такие же проблемы с дыханием, тоже возникает, тоже возникает эта аллергическая реакция на холод, на влажность, не знаю что, то есть по сути, я себе представляла, что это Испания, это рай на земле, но нет, получается, что нет, что все равно в каждой стране есть свои плюсы и минусы. И к сожалению, если есть такие минусы, и которые влияют на твое здоровье, ты не сможешь в этой стране. Или надо менять регион, где будет по суше. Но тоже мы не все такие богатые, чтобы вот так свободно передвигаться, а, захотел, пожил там, а, захотел, пожил там. Это что же не все так просто, это же работа, это жилье. То есть у меня сейчас проблема, у меня сейчас проблема, у меня сейчас дилемма, что делать. В любом случае, у меня в этой квартире уезжать в теплое более место на побережье там где может сухой климат потому что я вижу по себе что нет что я себя плохо чувствую и заработать астму не очень бы мне так хотелось хотя у меня в роду есть предрасположенность к астме у меня у брата была астма поэтому в детстве была бронхиона астма потом как бы он ее перерос вылечили но не хочется конечно каких-то дополнительных болячек и так лица хватает проблем со здоровьем так что все буду заканчивать это долгое видео кому было интересно и досмотрел это видео до конца всем большое спасибо ставьте лайк оставляйте комментарии что вы думаете по этому поводу согласны вы со мной не согласны какое-то возможно другое видение на все это мне всегда интересно читать ваши комментарии узнавать вас получше всегда интересного на другое мнение потому что другой человек это как шкатулка с драгоценностями да у каждого какие-то свои знания и свой опыт конечно же мне тоже интересно вот с вами общаться и делиться информацией и в завершении хочу сказать всем большое спасибо что смотришьте мой канал что меня поддерживаете лайками и комментариями что подписывайтесь на мой канал как всегда по традиции всех обнимаю и целую все все хорошего до скорой встречи пока пока